привет друзья вы на канале обувного маньяка мистера чао и сегодня вас ждет не просто обувной обзор а битва битва двух легенд но перед этим вас ожидает рубрика скелет в шкафу в нашей рубрике скелет шкафу хочу поделиться своей болью на протяжении 69 лет я пытаюсь выговорить название этой марки вы нам думаете а что я не могу такого выговорить сложно вот смотрите вы можете это выговорить на одном дыхании без ошибок за раз пожалуйста поделитесь своим мнением вас получилось это сделать или нет какие у вас есть секреты в шкафу что вы не можете выговорить друзья но пока вы пытаетесь понять меня и выговорить название этой марки которую я даже не хочу выговаривать при вас мы приступаем к обзору друзья начинаем наши обзоры сегодня у нас не просто обзора битва двух легенд я счел нужным сделать эту битву почему потому что это легендарнейшие модели потому что лично для меня на мой взгляд это самые легендарные модели круче этих моделей нету ничего на свете вы поправьте если что но это мой взгляд это мое мнение я готов отстаивать его одна модель начала свой путь в семидесятых годах и была предназначена для игры в баскетбол вторая модель начала свою же свой жизненный путь в восемь втором году и также была предназначена для игры в баскетбол обе модели выпускаются по сей день обе модели обалденные обе модели крутые и почему я делаю этот обзор потому что я знаю что у каждого лагеря есть свои фанаты и каждый фанатеет от своей марки от своей команды от всего каждый люди разные бывают я например фанатею от лицезрения качества стиля дизайна моды но мне нравится у меня нет фанатизма да я не говорю что я ношу только nike только adidas только изи только рибок нет вот например в этом году я начал обращать внимание на рибок и был в восторге если вы не смотрели обязательно посмотрите у нас на канале обалденные рибок и это просто прорыв это мощнейший прорыв это это круто а здесь у нас абсолютно идентичные модели хотя не и разного про из разные марки производства они идентичные можно сказать давайте я вас не буду томить и покажу что у нас лежит в коробке сегодня у нас коробки лежит как я вам уже сказал легенда на легенде ну что мы видим мы видим nike air force 1 что я могу сказать про эту модель крутейшая модель выпускается с 82 года огромное количество коллабораций самые такие сейчас известные популярные коллаборации это soft white вот опять же сколько они стоят в общем каждому свое безумное количество коллабораций безумное количество кастомом на кастомных моделей этой в общем безумное количество кастома на эту модель обалденнейшая модель девочки под платьем мальчики под костюмы пенсионеры под что угодно в общем гипер удобная обувь абсолютно удобная обувь учитывая то что air здесь такое чисто просто air ничего особенного вторая наша модель это супер стар это супер стар adidas которая начала свой путь в семидесятых годах и выпускается по сей день также была предназначена для игры в баскетбол и также на нее делаются очень много всяких коллабораций последняя самая известная коллаборация у adidas а это коллаборация с от с нашей любимым компанией prada обе модели очень крутые я даже не знаю что вам сказать наикрутейшие модели вот смотрите обалденнейшие модели каждому свое да я знаю что есть фанаты nike есть фанаты adidas а по-своему они уникальны но в принципе это одинаковая модель обе модели прошиты как-никак они делаются с тех лет не меняются и вот они прошиты 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 здесь вот это металлоконструкция как я называю по факту это называется ракушка очень крутая модель очень интересная модель и давайте вместо тысячи слов посмотрим как они на деле смотрятся сравним начинаем наш показ моды высокой моды от мистера чау на первом плане мы видим супер старые они как обычно супер старые безумно бесподобно крутые у нас есть возможность сравнить белое на белом белое под белое 2 белые модели по-своему уникальные nike своим двойным слушам супер стар с моделью москва стар супер стар москва не знаю что вам сказать мне кажется у каждого лагеря хоть и есть свой фанат но и те и другие можно иметь гардеробе возможно даже нужно и не могу вам сказать что мне что-то нравится больше что-то меньше потому что обе модели они очень крутые реально они очень крутые даже на то что у nike вот этот двойной служ по мне очень даже интересно оказывается смотрится из ну кого не знаю честно вы смотрите вы судите пишите комментарии какую обувь вы предпочитаете потому что супер старые у были но я могу сказать что я не знаю каких мне комфорт не честно ну правда не могу ответить на этот вопрос давайте хотите померяем под голубые джинсы посмотрим что будет ну и вот наши любимые голубые джинсы и отдел их я их сегодня как истинная молодежь на босую ногу забыв одеть носки и что я хочу сказать кстати молодежь вы зимой в минус 5 минус 10 да и даже в ноль градусов как вы так ходите вы в жизни можете все купить только не здоровье берегите себя молодежь мода модой а здоровье должно быть на месте что касается данных моделей в общем идут они практически под все не практически я думаю они идут под любые цвета модели бомбические и в гардеробе я бы имел и одну и вторую модель жаль что на все не хватает денег но надо стремиться и возможно все будет хорошо так что смотрите делайте выводы я надеюсь я хоть как-то вам помог сегодня со своим показом моды не знаю я считаю что это очень круто и белые кроссовки да это очень достойно очень обалденно и тем более особенно вот эти суперстары с надписью суперстар москва это просто огонь оставайтесь с нами мы продолжаем с возвращением на наш операционный стол после мощного показа моды и пусть то как тестишь такую обувь начинаешь задумываться а зачем нужны бусты зачем нужны какие-то реакты какой-то air ведь что нам надо нам нужен комфорт стиль качество ну естественно цена я вот например не могу понять в чем комфорт не в эйрах air force 1 или в изи бустах серьезно вы если не смотрели я в своем обзоре про изи бусты например прямо сказал что мне пришлось привыкать к мягкости изи бустов потому что мягкость это не всегда есть хорошо это во время не всегда есть хорошо к ней надо привыкнуть мои любимые new баланса они никто такой мягкостью не обладают но у них комфортно а здесь две легендарные модели семидесятый восемь второй год ну что это такое и в них и в них реально кайфово классно шикарно обалденно супер на компакт параболики это ну я не могу у меня нет вот слов честно мне очень интересно ваше мнение что вы думаете вы разделяете мое мнение по поводу того что а зачем изобретать колесо если она уже изобретено не знаю если ты одеваешь двести семидесятые реакты и одеваешь nike air force 1 и думаешь блин а где мне в каких мне комфортней ну я не знаю честно вот я не знаю делать тест конечно я не смогу передать свои эмоции как я буду находиться в этих или в тех кроссовках но как бы смысл или например с супер старыми да блин могу я сейчас одеть изи бусты и что я не знаю что комфортней и что хорошо и что плохо и те и другие достаточно классные суперские постоянно технологии развиваются они делаются все лучше лучше и лучше но при этом при всем получается что все что было изобретено давным давно еще в прошлом веке она достаточно круто и она достаточно офигенно и возможно не стоит тратить бешеные деньги на разработки и стоит опустить цену раздавать всем уже бесплатно эти кроссовки юмор окей давайте поговорим о плюсах и о минусах супер стар очень классная модель делают массу всяких интересных версий вот сейчас кстати вышла версия появилась она в продаже с дарт вейдер или кто там и звездных войн вот эта модель что касается nike ну здесь вообще просто вне комментариев не конкуренции здесь их рисуют кастомизируют даже сам сайт на сайте nike вы можете кастомизировать практически любую модель я это было в прошлом видео для непосредственно шла речь о air force вам можете посмотреть там вы все увидите этом демонстрирую кастомный конструктор что касается вот этой модели да как я уже и говорил мне не нравится то что вот в этом месте они быстро теряют свой вид возможно надо какие-нибудь и не знаю другие покупать тканевые или замшевые выискивать их смотреть как повезет потому что но я не гурман я не ценитель когда люди как чем попили не тем круче не знаю я проходил пять лет а в супер старых и выглядели они вполне отлично и просто они у меня почему-то как-то потерялись я не знаю куда вы делись мои супер старый они были замшевые абсолютно в шикарнейшем состоянии но наверное мне все таки придется купить себе air force вам потому что интересная модель действительно очень интересная классная модель и всем советую всем рекомендую и не знаю что вам сказать но идентичные модели 2 вот эту модель я почему-то всегда называю про себя гелендваген не знаю почему ракушку это я называю металлоконструкции не знаю почему не спрашивайте но здесь гелендваген еще но как-то ну блин грубые такие не знаю ну конечно же супер старые они более такие видите они чуть-чуть более изящные хотя хрупкие девочки ходят в air force вам и великолепно себя в них чувствует и достаточно стильно это все смотрится окей друзья я пытался максимально вам помочь показать сравнить поделиться своим мнением я надеюсь вы не пожалеете и напишите комментарий что вы думаете о данном обзоре и о моем взгляде на всю эту обувь пишите комментарии советуйте меня друзьям ставьте лайки с вами был мистер чаю всех обнимаю всех люблю удачи друзья